Доброй ночи, уважаемые любители шахматы. Играю на планете против соперника Витик Вячеслав. Я уже с ним очень много раз играл. Сколько я знаю, международный мастер. У нас на доске Modern Benoni. И здесь конь d2. Такое продолжение. Ну, вроде тут конь у него переходит на a3. Не знаю. Это не совсем понятный мне порядок ходов. Да, он сэкономил темп маркировки. И теперь мы как-то ужасно в позиция. Потому что пешку на d6 сложно одержать. Еще и e4 входит. Ну, конечно, это совсем неприятно. Потому что если ударю он походит. Конь e4. Если конь e5, он может поменяться на e5. Походить на d6. Да, что не то наиграл. Я не был готов к такому порядку ходов. И виной не нужно очень много знать. Ну, не знаю. С ван d4 это так. На большой ход. Наверное, придется мне скинуть качество. Потому что позиция так ужасна. А так хотя бы получится неясная стратегическая структура. Хотя он может к конь e2 походить. Не он так не ходит. Не хочет он свона моего на d4 выменивать. Конечно, на e6 меняться не хочу. Но он может поменяться на d7. Конь d7 тогда похожу. И он как-то дает мне возможность закончить развитие. Ну, и сейчас, по-моему, после цены e8 уже позиция на самом деле игровая. У него слабость на f4. Конь на b6 скучает. Ну, и можно начать приставать к пешке. Он еще такой ход сделал странный. Ваде e2. Теперь конь e2 не может отойти. Ну, f5. Ну, он ждет ход конь f5. Ваде f5, ваде e8. Если на пешку я могу ударить. Позиция моя еще настолько хорошая не была в этой партии. Всего лишь за пешку компенсация. Но, видите, блица иногда хорошо сделать что-то непонятное. Соперник может растеряться. Главное, так как блиц играют, не надо играть в классику. Например, если вы видели сегодняшнюю партию на аэропротив Коробала. Что за дебют ужасный. Выбрал Коробов. Ужас. Ну, и... Сейчас... Он коня на d7 поставил. Дальше куда этому коню ходить непонятно. Ну, и ферзь h4. Теперь я хочу в конь f4 прыгнуть. Вообще... Закрутилось, завертелось. Можно прыгнуть на f4. На f2 потом. Не, он держит и защищает. Можно конь аж 5 вернуться. Но в воде же 2 будет. Не, поменяюсь на e6. Не, не могу ударить. Второй раз с водой на e6 я хотел ударить. Но не могу, потому что... Иначе ферзь ударит на b7. Он будет матом туда угрожать каким-то. Ну, еще конь d5. Закрутилось, завертелось. У меня тоже фигуры в игру вошли. Летает не точно с экрана. Наверное, на e6 надо было бить. Ого! Он качество жертв. Это вообще непонятно. Если честно. Конь f4 хочет походить. Нет, так не ходит. Но я бновь в 2 ударил на конь f4. У него коня, конечно. Это да блица. Ужасные фигуры. Он, наверное, зевнул. Не, это я зевнул. Я зевнуваю вилку. Это отлично. В блице я постоянно зеваю вилку. А он тоже не видит, что может конь f6 походить и выиграть партию. Да. Запутанная партия вообще. Без каких-то определенных ориентиров. Ну, вроде все. Вроде его кони уже не такие опасные, как несколько ходов назад. У меня лишняя пешка, кстати. Времени у него больше. Ну, поменяю поэтому ладе. Ну, и надо... Чего я пешку на b2 не забрал? Ой. Ну, да. Сейчас уже такое яростное шлепание начинается. Флагорубство. Так, ну, я хочу... О, он пешку зевает. Хочу пешку забрать. А, ну, я в 2-2 зеваю. Ну, это нормально, потому что времени мало. Больше он флак срубит. Так он f6 должен будет сейчас ходить. Нет. Он же такой хороший флагоруб. Я с ним много раз играл. Качественно флак рубит. Сейчас, конечно, у него никаких практических шансов нет на победу. Но... Нет. Шах. Я повел пешку. Повел пешку. Веду вперед пешку. А он зевает. Зевает. Ну, опять-таки, я пешку зеваю почему-то. Да, и сейчас надо мне делать ничью. Надеюсь, он мне и даст. Потому что он может не дать мне коня разменять. О, спасибо, ничья. Да, вообще не ясно. Только что партия была. Мой соперник у меня в дебюте обыграл. Ну, кстати, хороший в порядке ходов коня в 6. У моего соперника рейтинг очень хороший. Выше чем 3300. Они уже это прога. Или это очень сильный игрок. Сейчас посмотрим. У нас английская атака. Так, ну, конь h5 это что неизвестно. Обычно все b4 ходят здесь. Ладно, вот, g1. Избыточная защита. Никому не вредила. Ферд совсем, но он прям под конь d5 ходит. Это я не совсем понял. Так, я хочу походить конь a5 и потом конь c6. Конь b6 я побью на b6. Не, он даже ходит b8. Это вообще очень странный ход. Прям под конь c6. Я и так хотел туда коня поставить. Ну, правда, может сейчас конь b8 как-то походить. Но, покажу по этому слон h3. О, он мне дает возможность выменять коня. Он даже отдает на пешку. Какая-то странная жертва. Я же могу ударить на d7. У меня здоровая лишняя пешка, доминирующая конь. Что он как-то вообще странно разыграл эту партию. Конечно, в каждой партии одинаково сильно не сыграешь. Собя на таком высоком рейтинге. Ну, хочу ферзей поменять, конечно. Вейншпиль элементарно. Этот выигрывается после массового размера ладей. Лишняя пешка на ферзевом фланге. Он не хочет менять. Ладя e4. Я хочу ладя e1 походить. Захватить линию e. И там продолжить атаку. Ну, конечно, ферзем бьет пешкой. Не имеет смысла. Ну, и сейчас начну типичную пешечную движение. Ну, ферзи с f2 он хотел походить. Поэтому я немного назад отступил. Надеюсь, это не так страшно. Ого, сколько наблюдает человек за этой партией. Так, на всякий случай король b1 уход. Может, этот ход понадобится. Может, нет. Ну, и вперед пошел я. Может, правда, g6 походить. И слона на g7. Нет, слона на g7 так просто не поставит. Хочу сейчас зайти на f7 и ферзи с f6 мата. Если он не берет, то ферзи с f8. Если b3 он походит, то все. Возьму на b3. Пойдет c7. Но он дает возможность на e8 зайти. Очень хочется зайти на e8. Потому что я тогда буду же на h красить. Поэтому зайду все-таки. Кстати, гоня d8. Правда, нельзя пока ходить. Потому что ферзи с f2 будет. Он хочет, чтобы b3 земного мата после. Ферзи с f3. Но пене аж вскрылось. Хочу походить в h8. Кроли аж 8, ферзи с f8 мата. Ну, вот тут что-то сезонная распродажа. А вас это не реклама была. Это пылающее окно. Ну и конь d8 идет. И все по ходу. Потому что партия завершается. Сейчас можно, конечно, ударить конем. Но f7 и в h8. Вот такая вот победа над соперником. Сеперником.